Выбирайте колу, который будет как продолжение вашей руки, чтобы можно и одной, и двумя руками колоть. Первая часть будет посвящена основам, это как правильно колоть дрова, то есть она будет полезна людям, которые только переехали, например, из города в деревню, ну и также всем остальным. Здесь можно запомнить очень простое правило, ноги на ширине плеч, руки за голову, не за плечо, а за голову, обычно им раскалываются большие чутки. А также есть другой способ, который чаще всего более дрова, который уже поменьше, да, раскололи наполовину и дальше обычно таким образом раскалываются. Вот. Это что, они в одном месте, да? То есть в этом и плюсы. То есть когда мы колем двумя руками, они разлетаются по всей ограде. Когда колешь одной рукой, они в одном месте складываются. Ну что-то подобное надо, да, примерно, да, чтобы в одном месте, может быть не будет, конечно, поленится, но аккуратненько. Не надо бегать лишнее время, силы тратить на то, чтобы собирать их без игры. Ну а теперь хочу рассмотреть вопрос, как колоть дрова одной рукой, безопасно. Первое, что нужно учитывать, это нужно подобрать хороший, удобный топор или колун. Колун удобен менее трех килограмм. Ну, чтобы колоть, а, имею ввиду, одной рукой, да? То есть он должен быть удобен. Вам удобно должно быть им работать. И колоть, естественно. Следующее, это нужно соблюдать технику безопасности. То есть, ну, конечно же, чаще всего мы раскалываем двумя руками на плате, да? Ну, а далее уже плахи колем. То есть это самый быстрый способ расколки дров. То есть нельзя держать вот так, да? И даже так опасно. То есть вначале, когда берем так, да, ставим, но потом или убираем, или поддерживаем вот так. То есть вот. А, и нога. Топор должен проходить мимо ноги. То есть эти колки двумя руками. Он так проходит, да? То одной рукой, вот так. Мимо этих двух ног, вот так, да? Всегда должен быть мимо. Никогда ногу так не ставим. Убираем всегда в сторону. Вот так вот, да? Третий, да, способ. Это редко бывает часто, когда колуны узкие, или подобный, как этот колун, сделанный из топора. В таком случае, еще бывает, используют обухом бьют. Ну, например, сейчас покажу. Допустим, ударили, да? И через себя. Хочу рассказать о позабытом способе колки дров, которым когда-то поделился со мной мой отец. Эта техника появилась благодаря железнодорожникам, путейцам, которые ходили по железнодорожным путям и забивали костыли путейским молотком. Использовали определенный замах. Его еще называют путейский замах. Ну, а потом, когда им нужно было у себя дома колоть дрова, они с помощью этого же замаха кололи себе дрова. Ну, таким образом и перешло с железки на колку дров. А если у тебя уже набита рука, то ты легкостью попадаешь в цель, ну, тогда можно и легко овладеть этим способом. С этого глаша. Возьму что-то. Мощная тоже. Вот такой вот огромный чурку. Практически не останавливаешься. Бьешь, 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 бьешь. И в конечном итоге разбиваешь. Тоже с очками. Мощными. И ветвленая, это низ. Поэтому сложно не с первого раза. Я специально сделал помощнее. Мощно. И в ответ. Покинание. 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 В режиме реального времени В режиме реального времени В прошлых своих видео Я говорил о разных способах колки дров От колки одной рукой До позабытой техники Но кроме этого важно понимать Куда мы направляем свой удар Когда бьем почурки Потому что древесина может быть разная И также кроме обычных чурок Могут быть чурки с учками Или комель А наша цель за короткий промежуток времени Расколоть как можно больше дров И потратить для этого Как можно меньше сил Если у нас например Чурки Ну вот такие Маленькие чурки Ну для этого достаточно Даже сапара Да Ударить по центру Но если чурки побольше Можно такие тоже топором расколоть Средние чурки Ну Уже лучше взять колун Чтобы как-то Побыстрее расколоть такую чурку И было удобнее То лучше всего здесь бить на плахе Ну примерно 7 сантиметров толщиной Как бы Мы делаем Что-то вроде досок Да Ну здесь например Такую толщиной можно на 3 части Можно и 4 сделать Ну я думаю Посмотрим Можно и достаточно И 3 Ну здесь еще наверное удать Далее топором Но конечно же Не все можно расколоть так Потому что Если попадется Чурка сучками Ну в таком случае Это не поможет Да Этот самый быстрый способ Колки дров Одной рукой Ну вот взять например Вот или вот Ну не важно Вот это да Тут вон мощные сучки В таком случае Когда попадается чурка сучками Тогда уже Не поможет способ По центру Не поможет На плахе разбить Да Надо сучки Обходить сучки нам То есть бить Между сучками В каких-то случаях Вот здесь еще Можно обойти сучок Да здесь Хотя С этой стороны Здесь попадается Да И надо бить так Чтобы обойти Все эти сучки Ну примерно так Здесь у нас получается Вот Сучок И он Лучше бить Да так Сучок вниз Будет смотреть Так проще расположить Если мы бьем по сучку Лучше бить Чтобы сучок вниз смотрел Вот трещина пошла Вон вниз Если бы было наоборот Отсюда били То мы замучились бы Разбивать их А то достаточно Наверное Двух ударов Вот Расколол То есть обходим сучки Когда Чурка сучками Мы их обходим Но Бывают еще и Чурки Которые Комленые Но в таком случае Лучше бить по краям Комель Обиваем по краям У меня к сожалению Нет березового То есть есть Но его искать надо Это было бы лучше Конечно показать Вот маленький Есть осиновый Конечно его можно И так разбить Но Для показа Просто Если Березовый Большой Его Только по краям Разбить можно Ну Получается Что Что Очень важно Та же Куда мы Направляем Свой удар Если мы Хотим Потратить Как можно Меньше сил Расколоть Быстро Наколоть Как можно Больше Дров Это короткий Промежуток Время Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...